МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ангел Меркель созывает экстренное заседание. Глава Европарламента зря пытается уберечься от прослушки допотопным мобильным. А как наши политики? Он у меня падал сто раз. Вот я еще раз его кинул. И снова сотрудник ГАИ, звезда интернета. На этот раз из Краматорска. Смотрите, как отличился. Взломали и обнародовали. Вроде бы компромат. На что намекают вице-спикеру-калетнику. Последний полет Боинга. Последние новости авиакатастрофы в Казани. Наши уже в Париже готовятся к игре. Чем их встретила местная пресса? Два дня герой интернета. Инспектор ГАИ Краматорска. Вы увидите, почему и увидите, как на это реагирует его начальство. Инспектор многократный герой в сети. Ирина Исаченко с подробностями. Никому ничего не должен предоставлять. Наша милиция никому не должна. Гражданину Украины не должна. Никому ничего не должна. Нету граждан Украины. Я бы сказал бы, кто есть. Официальный сайт МВД. Пожалуйста. Выкиньте этот официальный сайт МВД. Так реагирует инспектор ГАИ Виктор Тесленко на слова водителя, не признавшего свою вину в нарушении правил проезда перекрестка. Я попросил его абсолютно спокойно, нормально предоставить мне какие-то доказательства, чтобы мы посмотрели. Инспектор начал довольно-таки в хамской форме говорить о том, что у нас таких умников за рулем много. Разместили видео, собственно, по просьбе самого инспектора. На видимом материале сказано, надеюсь, это будет выложено в Ютуб. В городском управлении ГАИ уже изучают видеозапись. Я, в свою очередь, хотел бы извиниться за те слова, которые были произнесены в отношении гражданина Украины. Как инспектор, он характеризуется у нас положительной стороной. За годы службы прапорщик Тесленко стал звездой Ютуба. На ресурсе десяток видеороликов с его участием. Их содержание однотипно. Инспектор без видимой причины останавливает автомобиль, а затем эмоционально спорит с водителем. Я вас по сюда затягаю потом. Давай, вперед, вперед. Вперед, посмотрим. Давай, давай. 50 выставлю морального учения. Ох ты, так ты что ты говоришь. Старший прапорщик Тесленко просто гроза кроматорских нарушителей. Только с начала года он задержал 59 пьяных водителей и 46 лихачей, превышавших скорость. К сожалению, сегодня у сурового инспектора выходной. И увидеть его в деле не удалось. Но даже в выходной прапорщик Тесленко продолжает дискуссию с чересчурумными водителями. Уже в письменном виде, под размещенным в сети последним видеороликом. Не знаю, как это угроза или нет, но косвенно это выглядит так. Поэтому мы немножко переживаем за свою безопасность. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Ну и обратная ситуация. Народный депутат в центре Львова нахамил работнику ГАИ. Все из-за того, что тот сделал ему замечание за неправильную парковку. Подробности у наших корреспондентов. Вот знак. Стоянка здесь запрещена. Тем не менее, машина, в которой находился Ярослав Генка, останавливается. За рулем знакомая депутата. Нарушение правил попытался объяснить сотрудник ГАИ. Попросил документы. Женщина отказалась предоставить. Защищать ее взялся сам нардеп. Розговор на повышенных тонах слышали и прохожие. Я пришел и спросил, пане народного депутата, что вы кричите? Он меня снимал. Так вас должны снимать день и ночь. Покричав друг на друга, ГАИшник и его обидчик пришли к консенсусу. Протокол не составляли. И нардеп уехал. Получить его объяснение нам так и не удалось. Телефон не отвечает весь день. Начальство инспектора в комментариях немногословно. Кто виноват в конфликте, правоохранители будут выяснять еще три дня. Главный милиционер Львова предполагает, что в этой ситуации виновного не будет. Алена Завора, Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности в телеканал Интер. Львов. Германию лихорадят откровения Эдварда Сноудена. Вскрыли неприглядную правду. Телефон. Самые влиятельные женщины мира прослушивали спецслужбы США. Сегодня скандал развивался на спецзаседании Бундестага. Из Берлина Татьяна Лугунова. Немецкий парламент не работает уже два месяца. Старый состав распустили еще в конце сентября после выборов. А новый все никак не может приступить к работе. Лидеры партии до сих пор формируют правящую коалицию. Но ради прослушки созвали специальное заседание. Полный аншлаг. Весь депутатский корпус. В президиуме министра и даже Ангела Меркель. На этих слушаниях она выступает и как глава правительства, и как пострадавшая. Благодаря Эдварду Сноудену канцлер узнала. Американцы прослушивали и ее мобильный телефон. Причем не один год. Обвинения очень серьезные. Мы должны разобраться и снова восстановить доверие. Разобраться немцам хотел помочь сам Эдвард Сноуден. Он был готов прилететь из России в Берлин и выступить на заседании. Но Германия не предоставила Сноудену временное убежище или видножительство. Вместе с тем от идеи приютить американского беглеца депутаты еще не отказались. Госпожа Меркель, хочу вас спросить. Вы не думали выразить признательность Эдварду Сноудену? Благодаря ему ваш телефон сейчас не прослушивают. Мы знаем правду только благодаря Сноудену и должны сказать ему спасибо. Предлагаю выдвинуть американца на Нобелевскую премию мира. А пока депутаты Бундестага думают, как отблагодарить Сноудена, их европейские коллеги пытаются защититься от прослушки. Президент Европарламента Мартин Шульц, например, в целях безопасности пользуется допотопным мобильным. Видавший виды телефон чиновника сфотографировал и выложил в сеть немецкий журналист. С комментарием защищен от прослушки. Правда, его поспешили разочаровать. Мол, такой аппарат прослушать еще легче. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Ну а подробности решили выяснить, кто из наших нардепов взял пример с главы Европарламента Мартина Шульца. И боятся ли украинские парламентарии, что их тоже слушают, выяснила Антонина Мородзе. Айфоны и верту депутаты не мелочатся. В основном народные избранники ходят с самыми современными и дорогими гаджетами. Кто поопытнее да постарше, вообще отказались от этой идеи. Без телефона спокойнее. Я уже свое отбоялся, потому что эти фобии могут привести к тому, что у человека будет взрушение. Не в лучший бек психологическом плане. Я уже досвидчен человек, потому что не нужно сказать, я знаю по телефону. Со старыми аппаратами единицы. Вот я еще раз его кину, снимаю, ставлю, включаю, и он працюет. Ну вот смотрите, она такая железная, так может раз упасть и нормально. И нормальная работа. То есть у нас же специфические заседания проходят. Ну вроде кто-то кого-то толкнул, там штурмует. Но все придерживаются правила молчания золота. Все, что имеет индикаторную катушку, может прослушиваться, уверяет нардеп Самойленко. Он когда-то возглавлял комиссию по расследованию прослушивших политиков. Ко мне очень часто обращались, когда я работал в спецслужбе. Вот меня слушают, вот меня слушают, вот там где-то у меня щелкает. Я говорю, старик, не нарушай закона, так и спи спокойно. Говори по телефону только там, говори там о любовницах. Старый телефон или новый, разницы почти нет. Правда, современный гаджет может легко подсказать ваше местонахождение. Проконфицируют только местонахождение данного человека, где он находится. И все. Прослушать же, что тот, что тот. Люди, которые имеют право на данный вид деятельности, они смогут любой телефон. Независимо даже где бы абонент находился, в какой-то точке мира. Старый телефон более уязвим, говорят специалисты. Все, что сделано более 10 лет назад, без новой степени защиты. Они не говорят об этом на камеру, но такая небольшая таблетка крайне популярна среди крупных бизнесменов и депутатов. Принцип ее работы довольно простой. Когда идет несанкционированный сигнал, она посылает довольно большие помехи. Белый шум заглушает и исключает любую прослушку. Вот только радиус действия у нее около метра, поэтому стопроцентной гарантии не даст никто. Антонина Моров, Диана Панова, подробности, телеканал Интер. Вильнюсский саммит на носу депутаты ищут согласие по трем законопроектам из Европакета. На чем спотыкаются и с чем соглашаются. Подробнее Анна Панова. Оппоненты приветствуют друг друга на согласительном и тщетно пытаются прийти к согласию. Законы о выборах и прокуратуре стоят в повестке на четверг. Оппозиция приглашает в зал президента. Было бы очень знаково, чтобы президент Украины подписал эти законопроекты прямо в стенах Верховной Рады Украины. У президента есть свой распорядок дня. Я, как голова парламенту, не бачу необходимости присутствия президента в парламенте. Так это не делается. Вы знаете, вот не делается, когда что-то взбрело в голову одному депутату. Для чего это делать? Самим себя смешить или как? Но главный вопрос Европакета – экс-премьер Тимошенко. Законопроект о ее лечении сегодня в который раз пытались написать в четыре руки власть и оппозиция. Депутатов как подменили. Никаких скандалов и оскорблений. Виден компромисс в конце тоннеля. Оппозиция наконец согласна. После лечения в Германии Тимошенко должна отсидеть свой срок. Осталась одна загвоздка. Регионалы требуют, чтобы узница вернула государству долги. Утром деньги, вечером больница. Нужно отделить мухи от котлет. Мы считаем, что это нужно разделить. Отлично лечение засудженных и все другие решения судов. Мы только за то, чтобы была какая-то частка погашена сбитки. Чтобы человек продемонстрировал добрую волю. А если уже едет ликовать за кордоном. Расставлять запятые планируют до глубокой ночи. И попробуют уже завтра вынести законопроект на голосование. Но не саммитом единым озабочены депутатские умы. Декабрь уж близится, а госбюджета нет. В заложниках Вильнюсского саммита парирует первый вице-премьер. Только после него министры смогут сводить дебет с кредитом. Сегодняшний день нет ключевых показателей. Как только они являются, мы сразу включим их в виде бюджета и поднимем на разговор к парламенту. Обещание первого вице-премьера Арбузова. Долги по соцвыплатам будут выплачены до 10 декабря. Это указание президента и Кабмин его должен исполнить. Анна Панова, Валентина Левицкая, Вадим Сиридонов, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Ангела Меркельна в неочередном заседании Бундестага заявила, отношения между Украиной и ЕС станут основной темой встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая проходит в бельгийской столице сегодня и завтра. Канцлер хотела бы выполнение Украины необходимых условий для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. И готова на многое. Если наши ожидания выполнят и этот договор будет подписан, мы сможем помочь Украине и в ситуации, если она столкнется с проблемами со стороны России. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано. В этом уверен чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший государственный секретарь МИД по вопросам евроинтеграции Александр Чалый. Более того, он считает, что стратегическая договоренность между тримя ключевыми игроками Меркель, Янукович и Матимашенко. Опыт писания и соглашения достигнута. Но интрига будет сохраняться до последнего дня, возможно, даже до дня саммита. Среди погибших в авиакатастрофе в Казани сын президента Татарстана, генерал ФСБ. Погибла и наша соотечественница. О версиях падения Боинга 737 российский корреспондент Геннадий Вивденко. Это видео с камер наружного наблюдения в аэропорту Казани. Еле различимые огоньки в верхней части экрана, бортовые огни Боинга авиакомпании Татарстан. Потом взрыв. По данным Следственного комитета России, Боинг не мог приземлиться с первого захода. Погода некомфортная, встречный боковой ветер, но приемлемая для посадки. Борт делает круг над аэропортом, потом сообщает о необходимости сделать второй и почти вертикально врезается носом в землю. Последние слова капитана, как уверяют авиадиспетчеры, мы не сядем. Я сразу бы хотел предостеречь любителей скороспелых выводов и версий, что только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этой авиакатастрофы, а также виновности тех или иных лиц. Самолет просто упал. Запись на самом деле некачественная, потому что это было темное время суток и специальной съемки, естественно, не велось. И все параметры работы как двигателей, так и самого самолета будут изучены. Среди полусотни погибших банкир и рэп Миниханов, сын президента Татарстана, руководитель управления ФСБ республики Александр Антонов, жена и дочь спортивного комментатора канала «Россия» Романа Скворцова и наша соотечественница Маргарита Ашуркова. Жительница Кременчуга, химик, была в длительной командировке в России, следила за качеством воды на энергообъектах. Пилоты этого Боинга 737 были опытными, более 20 лет стажа, но и сам самолет налетал столько же. Совершил 12 лет назад аварийную посадку в Бразилии, тогда обошлось поломкой шасси. Пассажиры последнего удачного рейса «Казань-Москва» вспоминают, что машину сильно трясло при посадке в Москве. Есть пять версий катастрофы, от ошибки пилотов до некачественного горючего. Черные ящики уже найдены. Это уж всем известно, в каком состоянии у нас родная авиация. С одной стороны, ничего не удивительно, просто жалко, что люди гибнут. Два года назад Татарстан пережил подобную трагедию. Затонул теплоход «Булгария». Погибли более ста человек. Также «Булгария» называлась и авиакомпания, которой ранее принадлежал «Боинг». Так же, как и два года назад, жители Казани несут к месту катастрофы, цветы, свечи, детские мягкие игрушки. Геннадий Вивденко, Анна Гороженко, Виталий Коваленко. Подробности российское бюро телеканала «Интер». Взломали и разоблачили одесскую таможню. В интернете появились некие документы черноморских таможенников. Есть ли в них секреты? Какие и с чьим именем они связаны? Длинные руки хакеров «Анонимус» дотянулись до одесской таможни. Якобы взломали ее сайт и выложили секретные материалы в интернет. Документы, мол, вскрывают коррупционные схемы ведомства, процветавшие при Игоре Калетнике. Коммунист, ныне вице-спикер, возглавлял таможню до 2012 года. Был ли взлом и чей был лом? В Миндоходов говорят, что атаки на сайт вообще не было. Кто и как разместил информацию в сети интернет? Для таможенников это большая загадка. Гуляющие по сети документы – это служебные записки, чеки, копии паспортов. В них никакой секретной информации. А вот и заявление пресс-службы господина Калетника. Разгоревшийся скандал вице-спикер считает кому-то выгодной провокацией. В том, что никакого хакерства не было, уверены и эксперты. Поскольку судить о коррупции лишь по таким бумагам сложно. Это наследок внутренней борьбы вокруг самого Калетника. Если вокруг важно себя поделиться, я думаю, что они знали, кто допомогут вытекти эту информацию. Очень много бывших министров, даже министров, они уже под пристальным вниманием спецслужб. То есть идет там какая-то внутривидовая борьба. И в этой борьбе могут появиться вопросы. Какие у кого и появятся ли, знают те, кто эти вопросы задаст. И тот, кто на них должен ответить. Вице-спикер Калетник. Сергей Ружицкий, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Впереди подробности других ярких событий этого понедельника. Как встречает Париж нашу сборную перед решающим матчем, не пропустите. Фэмэн снова отличились и ополчились грудью на католиков. Радикальный Лешко радикально против казино подпольных. И британские мажоры в Оксфорде спаивают хорошеньких девушек. А потом... Против кандидатов депутата Андрея Лозового открыто уголовное производство. Хозяин подпольного игорного зала обвиняет кандидатов в порче имущества. Это произошло на выходных в Василькове под Киевом. Олег Лешко и кандидат в депутаты Лозовой разгранили игровые автоматы. Торговцы местного рынка во время встречи с депутатом пожаловались, что на рынке в помещении местного бара действует подпольный игорный зал. И его вроде бы закрывали милиционеры, но он все равно продолжает работать. Мы на вашем крови, на вашем угоре, на ваших рушах миллионные статки за биробля. Сегодня в Киеве с визитом президента Азербайджана Ильхам Алиев. С ним встретился Виктор Янукович. О чем говорили и о чем договорились. Подробности у Алены Центилы. Проверенные, надежные, самое главное, перспективные партнеры. Главный посыл сегодняшней встречи президентов Украины и Азербайджана. После официальной части с гимнами и почетным караулом Виктор Янукович и Ильхам Алиев разговаривали тет-а-тет. И беседы остались довольны. Виктор Янукович поздравил коллегу с избранием на пост президента. Кстати, для него это первый официальный визит в новом статусе. Мы поздравляем Ильха Магидаровича с достойной победой и избранием на очередной, не будем считать какой, срок. Это признак стабильности и признак высочайшего доверия азербайджанского народа к своему лидеру. Оба лидера смотрят в одном направлении. Касательно международной политики и двустороннего сотрудничества подписали пять документов. Главная тема – энергетика. Украина является надежным транзитером энергоносителей, в то время как Азербайджан выступает их надежным поставщиком. И наши страны имеют все условия для объединения усилий в вопросах транспортировки углеводородов в европейском направлении. Мы сегодня обсуждали, как в будущем мы можем более тесно кооперироваться в этой сфере, потому что существует очень много направлений, где мы можем активно взаимодействовать. Взаимодействовать будут и в военно-технической сфере, и в сельском хозяйстве, и в совместных региональных проектах. Ну а в конце встречи подняли бокалы с шампанским за партнерство и дружбу на новом, более высоком уровне. Алена Центила, Олег Неведомский. Подробности – телеканал «Интер». Ну и курьез произошел сегодня во время встречи президентов Украины и Азербайджана. Офицер почетного караула виртуозно лишился куражки. Лидеры двух стран наблюдали за этим спокойно и с улыбкой. Посмотрите, как все было. «Черные лебеди» – британские мажоры в Оксфорде. Там снова охотятся на лисичек, так называют симпатичных первокурсниц. Сколько они должны выпить, сколько опойти пабов и что с ними потом происходит, подробнее расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Вот такое объявление об открытии сезона охоты попало в руки директора Оксфордского колледжа Святого Хью. Оно в плохом качестве снималось тайно одной из приглашенных первокурсниц. Здесь указаны дата, время и участники охоты. Карен Захарви – активистка и красавица тоже в этом списке. Она была просто шокирована этой дикой традицией – погоней и спаиванием девушек. И с потрохами сдала организаторов. Это тайное мужское общество «Черные лебеди» или, как еще они себя называют, «пьющие студенты». Суть игры такова. Члены общества рассылают приглашение самым смазливым, только поступившим студенткам. С подробным маршрутом погони. В нем указывают пабы, куда нужно попасть, и напиток, который там нужно выпить. Сами старшеклассники одеваются в красные охотничьи пиджаки, экипировка девушек, лисьи ушки и короткие юбочки. Маршрут – это 10 пабов и 10 разных алкогольных напитков – от цидра и до самбуки. Конец игры можно легко предугадать. Пять лет назад секреты тайного общества уже всплывали. Тогда «Черных лебедей» изгнали из колледжа. В 2011-м скандальная забава возродилась, но ненадолго. Слишком много на кону у тех, кто рискнет участвовать в такой охоте в этом году. Директор колледжа грозит штрафами и изгнанием оксфордских мажоров. Студенческий совет собрался на экстренное заседание, осудил и обвинил их в сексизме. Недоумевают только сами члены «Черных лебедей». Говорят, никого и ни к чему не принуждают. Если бы традиция девушкам показалась оскорбительной, они бы ее не поддерживали. Стоит отметить, что колледж «Святого Хью» был основан для того, чтобы гарантировать женщинам равенство. Вполне вероятно, для первокурсниц, участвующих в лисьей охоте с черными лебедями, такая традиция и кажется той самой гарантией. Взбунтовалась только одна, а не все. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Вадим Колесниченко может лишиться своего депутатского мандата. Его конкурент на прошедших парламентских выборах подал на него в суд. Сможет ли он повторить подвиг Кармазина? Напомню, лишившего мандатов сразу трех нардепов. Подробнее Геннадий Стамбула. Никогда не говори, никогда. Улыбчив, спокоен и повторяет, будь что будет. Вадима Колесниченко бросали фекалии. Он получал тумаки в парламенте и сам отпускал подзатыльники. Борец за статус русского языка и ярый гомофоб. Вот и получил в Севастополе 43% голосов. Теперь у него кто-то хочет отобрать мандат. Задача меня либо напугать, либо остановить. Но ни первый, ни второй вариант у них не пройдет. Замахнулся на Колесниченко некий предприниматель из Севастополя Виктор Неганов. Конкурент на выборах самовыдвиженец. Проиграл. Набрал меньше 1% голосов. Теперь пришел в суд и заявил, Колесниченко стал депутатом нечестно. Мол, избирательные комиссии были сформированы нелегитимно. Жеребьевка проводилась трижды, а не раз, как должно быть, по закону. Суд должен признать, что Колесниченко не набыл в повноважень, потому что выборы были пройдены не в демократичный способ. По словам Неганова, ранее суд уже установил факт неоднократной жеребьевки. Однако центризбирком на это никак не отреагировал. Центральная избирательная комиссия пока сохраняет молчание. Говорят, когда будет постановление суда о лишении Колесниченко мандата, тогда и будет повод для разговора. Пока в ЦИКе уверены, выборы на 225 округе в Севастополе прошли законно. Те, что комиссии были сформированы с порушением, и это, на жаль, проблема не лишает этого округа. Эта порушенность стосовала всех 225 округов. Подобные прецеденты уже были. Юрий Кармазин – гроза всех депутатов. Не надо меня бояться. Надо Господа бояться. Кармазин показал мастер-класс, как надо лишать депутатства. Забрал корочки у Павла Балоги, Александра Домровского и Игоря Маркова. Якобы выборы на их округах были сфабрикованы. Сегодня, скажем, можем рассматривать эти шансы, но даже не 50 на 50, а только 30 на 70, пока в счет пользу Колесниченко будет. Потому что, ну скажем, обстоятельства, которые сейчас всплыли, они были, в общем-то, известны сопернику на выборах. Кармазин говорит, скоро преподаст еще один урок депутатам, как нельзя обманывать избиратели. Обещают лишить мандатов как минимум 20 нардепов. А предприниматель из Севастополя Виктор Неганов тоже не успокоится, пока не сковырнет Колесниченко. Да хоть европейским судом. Геннадий Стамбула, Максим Кошелев, подробности, телеканал Интер. Забрать берег одной из столичных озер за забором, а вместе с ним и лодки простых киевлян. Кто стоит за всем этим? Подробности у Людмилы Горбач. Конфликт за место у воды длится уже несколько недель. К лодкам, пришвартованным на берегу озера Выдубицкое, не могут прорваться их собственники. Не пускает охрана, которая в буквальном смысле слова держит оборону лодочной станции. Минувшие выходные, когда люди в очередной раз попытались прорваться к лодочной станции, их остановила милиция. То есть непонятно, милиция на какой стороне. Она интересы, чьи защищают? Рейдеров или народа все-таки? Все началось с собрания лодочников. Позже оно переросло в митинг. Теперь правоохранители уверяют, ни на чью сторону не вставали, приехали предотвратить массовые потасовки. Была названа кількість осіб, які приймають участь в зрушеннях, тому було выслано два автобуса Беркуту. Сейчас на берегу пришвартованы несколько сотен лодок. В плену оказались около 300 люди уверены. Речь идет о рейдерском захвате территории. Со временем новый хозяин, по их мнению, позарится на все побережье. Я навіть не боюсь сказати, хто це стоить, Нестор Шуфрич. Пресс-служба Нестора Шуфрича сегодня нам в интервью отказала. Предложили пообщаться с политиком завтра, во время очередного заседания Верховной Рады. Людмила Горбач, Павел Лысенко, подробности, телеканал Интер. Преподобный отец Шотландии попался на наркотиках в Париже, в журналистов стреляли из дробовика. Фемен не скучают, грудью стали в защиту абортов. Об этих и других событиях наш обзор. Фемен пошли грудью на католиков. Пять полуголых активистов устроили дебош на марше жизни в Мадриде. Тысячи человек требовали запретить прерывание беременности в Испании. Сэкстремистки скандировали, аборт – священное право женщине. Только они имеют право распоряжаться своим телом. Девушек задержала полиция. Стрельба в центре Парижа. Мужчина с дробовиком ворвался в редакцию газеты «Либерасьон» и открыл огонь. Один фотограф в критическом состоянии. Он получил пули в грудь и живот. Через два часа неизвестный устроил стрельбу возле банка «Сосите-Женераль» в деловом районе «Дефанс». Захватил автомобиль, угрожая ружьем водителю, и скрылся на Елисейских полях. Вероятно, все эти преступления совершил один и тот же человек. Полиция прочесывает Париж. Офисы главных медиа под усиленной охраной. Экс-директора Кооперейтив Бэнк Шотландия, ныне преподобного отца Пола Флауэрса, уличили в покупке и употреблении наркотиков. В интернете появилось видео, на котором он отдает за них 300 фунтов стерлингов. Пол Флауэрс уже извинился и пообещал лечиться от наркозависимости. Ранее он уволился из шотландского банка, после того, как финучреждение потеряло 700 миллионов фунтов стерлингов за полгода. Новые поезда горят в Варшаве. В метро вспыхнул состав типа «Инспиро». 200 человек срочно эвакуировали со станции, 8 пострадавших попали в больницу с отравлением угарным газом. Причины возгорания выясняют. Поезда типа «Инспиро» компании «Сименс» помпезно запустили в варшавском метро в прошлом месяце. Они считались одними из лучших в Европе. Возможно, в скором времени такие же вагоны появятся в Москве. На Багамах погиб участник соревнований по фридайвингу, подводному плаванию, на задержке дыхания. Американский рекордсмен Николас Мевали погрузился на глубину 72 метра, но при подъеме потерял сознание. Ранее спортсмен нырял и глубже, но на этот раз спасатели не смогли вернуть его к жизни. Всего в соревнованиях принимали участие полсотни дайверов из более 20 стран. Они погружались без баллонов и спецгрузов в голубую дыру «Дина». Глубина этой впадины 200 метров. Победителю обещали 20 тысяч долларов, но после смерти американца соревнования отменили. Италия распродает культурное достояние, чтобы наполнить казну. Всего на продажу выставили 115 исторических зданий, среди которых старинные замки, роскошные особняки, большие тюрьмы, военные базы и заброшенные маяки. Покупатели должны отреставрировать эти ценные, но ветхие строения. Италия рассчитывает выручить на этом 3 миллиарда евро за несколько лет. Франция, футбол и наши уже в Париже. Там пасмурно, неприветливо не только погода, но и местная пресса. Детальнее Андрей Чернышков. Он сейчас во Франции вместе с украинской сборной. Украинская сборная вылетала во Францию сегодня ближе к обеду. Лишь выйдя из командного автобуса, сборники попали в оцепление камеры микрофонов. Главный вопрос, что было после победы. Вчера уже все в нормальном порядке тренировались. Сегодня еще одно тренирование. Поэтому, я думаю, все мы понимаем, какая игра перед нами будет завтра. После победы 2-0 эйфории никакой нет. Радоваться еще слишком рано. То, что нас ждет, это тяжелая игра, очень тяжелая. Самое главное, что мы это все понимали. Естественно, еще есть время. Нужно восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Во Франции сегодня мрачная погода. Париж неприветливый, мрачный и холодный. Тем не менее, город живет предстоящим футболом. Это чувствуется. Особенно разжигает страсти местная пресса. Местная пресса никогда не упускает шанса покритиковать своих футболистов. А тут стараются пуще обычного. Своим игрокам они вспоминают и завышенные зарплаты, и чрезмерную звездность, и скандалы, в которые те часто попадают. Еще одно поражение от сборной Украины тут не простят. Весь этот печатный пресс может быть на руку нашей сборной. Как раз в эти минуты украинцы заканчивают тренировку на легендарном стадионе Стаде Франс. Тут и сыграют судьбоносный матч. Если не мы их, то они нас. Андрей Чернышко, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер, Париж, Франция. Ну и сам судьбоносный матч вы увидите завтра, конечно, на Интере. А мы с вами увидимся тоже завтра, ровно в 20.00. Я вам все желаю хорошего вечера. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова